Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в программе «Подоплёка» мы исследуем тему мусора. Эта тема уже звучала неоднократно в разных интерпретациях, она обсуждается в прессе активно. Мы решили исследовать её немножечко ретроспективно, вспомнить, как всё начиналось и как развивалось, и пригласили в качестве нашего эксперта, исполнительного директора Ассоциации латвийских мусорщиков, Армандо Николаево. Добрый день, Армандо! Добрый день! У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. И мы ждём ваших звонков в прямом эфире по телефону 672 12 93 9, 672 13 93 9. Конечно, плата за мусор – это не самые большие расходы, которые приходятся на наши кошельки, но всё-таки в этой теме есть много моментов, которые затрагивают нас, наше будущее. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы это будущее было более чистым, экология нашей страны была более благоприятной. Однако вот та тема, которая сейчас обсуждается в связи с переработкой вторичных ресурсов или вывозом мусора, она связана с Ригой и с тем, что на 20 лет в нашем городе, в нашей столице вывоз вторичных ресурсов и переработка отходов поручается одной компании, она называется «Ты Рига», ну, то есть «Чистая Рига», и предлагается всем рижанам уже до 15 сентября заключить с нею договоры. А если такие договоры не будут заключены, тогда, ну, они погрязнут в своём мусоре на какое-то время. Значит, тема эта как бы чувствительная и в то же время она, наверное, во многом спорная, потому что Совет по конкуренции сейчас рассматривает это дело. Они просили дать свои пояснения до, по-моему, 9 августа, поскольку компании запросили продлить этот срок, то он продлён до 19 августа. Вот в чём подоплёка этой истории, Арманд? Это, в принципе, хорошо, это плохо, это соответствует европейскому опыту и практике или не вполне, мы тут инноваторы, или мы подражаем кому-то? Начну, во-первых, с того, что вы правильно сказали, что этот вопрос довольно чувствительный на каждого жителя, не только Риги и во всей Латвии, потому что мусорный вопрос, я думаю, никому не секрет, что Билл будет, и этим надо заниматься кому-то, и мы тоже развиваемся, ищем пути, и ходим по тому же маршрутному карту, который у нас представляет Евросоюз со своими директивами, со своими законами, и пытаемся всё время смотреть, как лучше это дело сделать, и если смотреть, с одной стороны, все в основном законы издаются правительственным штабом, если так можно сказать, главный отвечающий за чистоту и за собрание мусора в конкретном регионе, в основном это муниципалитеты, которые на данной территории работают, которые отвечают за всё это. Если идёт конкретный вопрос по модели, которую на данный этап выбрала город Рига, то это ничего не инновативно, это работает в Старой Европе уже давно, и у нас, если не ошибаюсь, закон по публично-частному сотрудничеству уже лет 15, кажется, но хороших таких примеров на моей практике я знаю только, которые с детскими садами получились, где вместе работает самоуправление с частным сектором. Если идёт речь конкретно по нашему сектору, то где-то с 2013-го, немножко раньше ещё, на территории Огры пытаются сделать такой же самую модель, но до сих пор ещё не сделали. Ну, а с Рига это был особенный вариант, потому что, как я сказал, за результат, за то, чтобы всё было убрано, чисто и отсортировано, отвечает в основном муниципалитет. Рижская дума была одна из тех, которая немножко задержалась на рынке, можно сказать, потому что вступили законы, где обязательно надо было организовать тендера на этот услуг вид, и они просто смотрели лучший вариант для города. Это можно было сделать свою компанию, можно было, как до сих пор, оставить. Ну, как Ритес нам упарвал, ну, похоже, да, только мусорные компании, такие работают в регионах, скажем, Земельвидзе МИИЗОО, Венспилсе есть своя компания, в Резекне своя компания есть, которые работают по поводу инхаус, это чисто компания самоуправления, где самоуправление вкладывает в них ресурсы и работает чисто под егидой самоуправления. А правда ли, что в Риге самые низкие тарифы на вывоз мусора? Да, они, в принципе, самые низкие тарифы на данный момент в Риге, потому что, это правда то, что я вчера тоже слышал, что здесь, в принципе, пол Латвии живут. Ну, 70% экономического продукта Латвии производит Риге. Да, если считать на головку, тогда, конечно, здесь самые выгодные обстоятельства, то, что концентрированы на конкретных местах и из-за того этот тариф такой значительно мелкий. Во-вторых, можно было выбрать вариант, чтобы работать, как и до сих пор, когда есть договора с несколькими операторами, и тогда более-менее, ну, если разделить на зоны, тогда еще можно, если работать так, как сейчас, один заключает с тем, другой с тем, потому что договоры были долгосрочные, хотя той же самой старой Риге, если посмотреть, ну, там в одно время можем встретить все четыре компании, которые имеют разрешение на город, работает в одном месте, один берет с одного дома, другой с другого. Ну, и третий вариант был то, что, так как самоуправление в ответе за все эти нормы, директивы в основном, что под ними остается контроль, а практическую работу исполняют частные компании и вкладывают инвестиции в этот проект. Условия концессии, они предполагают, что вот этот частный партнер вкладывает какие-то свои средства на первом этапе, а потом от средств, получаемых от жителей, он эти средства возвращает и получает какую-то прибыль. Оговорены ли в этих условиях нормы прибыли, какая-то ставка? То, что оговорено в договоре по конкретным вопросам, это, конечно, я вам не отвечу, тогда вам надо говорить с Рижской думой и с компанией, которая выиграла, но то, что постоянный контроль будет над этим процессом, это не может даже быть по-другому, потому что, во-первых, если мы немножко возвратимся обратно в историю, этот вопрос дошел до того, что был объявлен тендер на эту ППП, как называемое сокращение, уже в 2018 году. Материалы все были доступны, и все могли проанализировать, и в том числе Бюро по закупкам акцептировало, что такое пройдет, и Министерство акцептировало. Почему на данный этап начинаются такие разговоры, что пропадает конкуренция, будут цены сразу подниматься, никто не сможет, во-первых, цены так свободно поднять. Это весь процесс пойдет с согласием... Через регулятор? Нет, через Рижскую думу. А. Через думу, через регулятор, это еще старший вариант, когда-то и на вивоз отходов регулятор все цены определялся, да. На данный этап у регулятора остался только на захоронение, то есть полигонные тарифы. Под большой контроль, если мы хочем и боимся, что хаотично будут подниматься цены, тогда мы можем возвратиться обратно к этому вопросу, к регулятору, хоть на Рижскую зону, чтобы... Ну, если кому-то есть какие опасения, что пусть регулятор тогда определяет, определяет, но я думаю, что и Рижская дума сама будет, потому что она отвечает за своих людей, которые живут на той территории, и никто не будет поднимать катастрофически несколько раз цены. Если мы говорим, то, что информация была на... Я тоже читал в некоторых газетах, порталах, что на 40% это абсурд, потому что мы видим новый тариф, если старый тариф был 16 евро за кубик метр, за тонну, то новый тариф 17,38, это на 9% только поднимается. И это не только из-за того, что приходят новые операторы, сразу начинают с повышения цены, это зависит от того же самого, что каждый год поднимается тариф тоже на захоронение из-за подъема налога на природные ресурсы. Мы сейчас свяжемся с нашим другом Ольгой Зенчик, которая специалист по недвижимости и член ассоциации Ланида. Вот она с точки зрения потребителя проанализировала договор, который предлагает Терига. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера с ней связаться, Евгения Копеина. А пока я хочу у вас спросить о том, почему как бы... А, да, мы вернемся к вопросу моему Арманду чуть позже, а сейчас послушаем Ольгу. Ольга, официально объявлено, что тариф не будет, так сказать, катастрофически повышаться. А что вы увидели в договоре? Можете своим мнением поделиться? Добрый день. Добрый день, Ольга. Ну, первое, что я сделала, когда получила письмо о том, что всем нужно перерегистрироваться на Терига, это, конечно же, попыталась сделать электронно это. Зашла на сайт Терига и на первой же странице увидела красивую таблицечку. КАДАС БУС ИЗМЕНИАС. Какие будут изменения? Да, какие будут изменения. Новый тариф. И внизу написано, чтобы мы все понимали, что новый тариф за кубометр составляет теперь 21,03 евро. И написано, что сейчас, то есть шоу-брейт, за эту же услугу жители города, многие, наверное, платили 18,15 евро. Это значит, что неполных 3 евро разница на 1 кубометр вывоза мусора сразу же, как только мы заключаем договор с Теригой. Даже не надо читать договор. Я очень аккуратно, понимательная женщина. Я, Заш, посмотрела на счет, который я получала. У меня была раньше услуга от Пилсет Вегас Сервис. И мой тариф был немножко больше, чем 18,15. У меня было 19,48. То есть в моем случае услуга за кубометр повысится в 1,55 евро. Далее. Это первое, что сразу бросается в глаза. Ну, конечно же, договор на много лет. Если мы не платим, то его нельзя. Непонятно, как его вообще можно. Можно ли его прервать? То есть, в принципе, если вам услуга не нужна, то... Вы прервете, а вас штрафом за это. Да, вас штрафом, да. Штрафные санкции по договору составляют 0,51% в день. Если, опять же, умножить на 30 дней, на 12 месяцев, то мы получаем 36% в год. Это не первая обслуживающая жителей Риги компания, которая делает штрафные санкции больше, чем предусмотрена в гражданском законодательстве, в цивилой законодательстве. И это регистрировано в договоре. Это значит, что действительно штрафные санкции могут быть. Причем, если вы... Есть еще один такой очень интересный пункт по договору. Это то, что вы обязаны вывозить мусор, если вы живете в многоквартирном доме не реже, чем раз в неделю. Если вы живете в нежилом помещении, не реже, чем два раза в месяц. И если вы живете в индивидуальном доме, то тоже не реже, чем два раза в месяц. Да, причем интересная такая особенность. Еще у Клин-Р я заметила, что даже если мусор не вывезен, заплатить вы за него обязаны. Там есть такое, что если, например, вы перегородили дорогу к вашему мусорнику, и мусорная машина, ну, работники не смогли забрать ваш мусор, вот у меня будет тоже... То есть у меня, конечно же, будет потом вопрос, как же там вдруг, не дай бог, машина стоит недалеко от мусорников, смогут ли они в этот мусор объехать. Предыдущая компания спокойно забирала мусор, довозила до машины, что будет здесь непонятно. Но за мусор мы заплатить будем обязаны, конечно же. Если вы рядом еще дополнительный мусор поставили, то у вас его заберут, что очень хорошо. Но за деньги, конечно же. То есть типа мусорный контейнер плюс мешочек, за мешочек еще дополнительная денежка? Да, мешочек дополнительно... Ну, по договору... Вообще, когда я заключала договор, то есть я сходила уже в Теринга, то есть я не смогла... Первое, я не смогла по интернету заключить договор, потому что у меня было несколько вопросов, которые по интернету не решались. Ну, например, предлагаются контейнеры 0,24 кубометра, следующие 0,66 кубометров. Контейнер, который я сейчас использую, 0,36 кубометров. Его... Он не стандартный, не тарифный. Что с ним будет, пока никто не знает. Возможно, мне придется его вернуть в Пилседвида-сервис и купить новый, или просто... Ну, мне поставят новый в 0,24 кубометра. Тогда, возможно, у меня будет всегда перерасход мусора, и я буду или чаще выводить мусор, чем раньше было, вот, или у меня будут вот эти мешочки, которые я сами по себе что-то стою, но потом их забираю бесплатно. Такие дополнительные специальные сумки будут выдаваться. Не буду обсуждать, потому что я невнимательно, наверное, это изучала, и я некомпетентна. А что вот с этим раздельным сбором? Насколько я информирована, значит, не во всех районах Риги Клинэр, ну, я просто как потребитель сталкивалась с этой компанией, предлагала услугу раздельного сбора. То есть первоначально они предлагали просто раздельный, ну, как бы сортированный мусор вывозить за те же деньги, что и не сортированный. Потом они вообще отказались от этого. А сейчас они говорят, ну, соберите в своем районе там 10 желающих, которые хотели бы сортировать, и мы тогда вам поставим контейнеры, и так и быть будем забирать бесплатно этот сортированный мусор. Что вот сейчас предлагается по этому договору? Вот в этом договоре, в этом договоре есть пункт 2.8, где написано, что заказчик есть в праве получить услугу, дополнительную услугу, предварительно договорившись с поставителем этих услуг о вывозе специального мусора. Так, биологический, биологический, ну, ардамо, биологический мусор составляет 26 евро за метр кубический. И вот эти мешки СА Прехшапмахса Смайсы, вот, наверное, про эти мешки, про которые я говорила только что, составляют 21.03 евро за комплект, 10 штук. Ну, я не знаю, какого они объема, ничего не могу сказать. Вот 10 штук, 21 евро. Значит, один мешочек стоит 2 евро. Сбоку ставим ваши жители. Если вы не один, например, у вас есть жильцы в доме, они туда и вот в... Ну, ну... Ну, очень много вопросов, короче говоря, как у вас, как у потребителя. То есть, получается, в сухом остатке, первое, ну, цена повышается, ладно, допустим. А второе, как бы у потребителя снижается возможность регулировать объем, ну, как бы, поставляемых этих самых отходов, да? То есть, если у вас было 36, то вас двигают либо в сторону 66, либо в сторону 24, но чаще. 66 у меня не влезает в то место, куда я... Ставили. В контейнер. Да, да, то есть, это для меня, это... Для нас это сразу перестройка, то есть, сейчас он стоит в красивом закрытом месте, а перестройка этого помещения, что тоже нехорошо. Версы перестраивать и так далее. Вот. Штрафные санкции, которые закреплены в договоре. Это третий вопрос. И непонятки с этим раздельным сбором пока что? Ну, не... Я не вникала, но, наверное, не все понятно. То есть, нет прям ясности, скажем так, да? И непонятно, что будет со старыми контейнерами. То есть, например, пилсад видосервис, еще не знаю, заберут ли у них Террига их контейнеры, будем ли мы их использовать, или мы купим новые. Хорошо. Ольга, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы сейчас перейдемся на новости и рекламу, ждем ваших звонков после перерыва. Это будет буквально через 5 минут. А сейчас новости на Болткоме. Еще раз добрый день. Это Людмила Прибыльская, автор и ведущая программы «Подоплека». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Ассоциации Латвийской мусорщиков Арманд Николаев. И мы обсуждаем новый договор о вывозе мусора, который нужно заключить до 15 сентября нынешнего года всем рижанам, поскольку это предусматривает заключенный договор между Рижской думой и Террига. И это пример частного публичного партнерства, первый такой крупный пример в Латвии. Мы выслушали мнение пользователя перед перерывом. Сейчас у нас есть звоночек. Давайте мы послушаем радиослушателя. Добрый день. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Вот пока я слушала информацию, я сразу проверила свои счета. Вот еще когда господин Америкс говорил нам, что мы рассчитываемся за 1 кубометр мусора по тарифам, я обсчитала, сколько мусора я выбрасываю по моим доходам, которые проходят через расчетный счет. Так вот, я и замерила. Я выбрасываю в среднем за год 0,25-0,3 кубометра. То есть я уже примерно в 4-3 раза переплачиваю по сравнению с тем, что я выбрасываю. Я не поняла. Подождите секундочку. Как вы посчитали одно и другое сравнили? Можете разъяснить? Да, я объясню. Вот у меня 52 недели. Я еженедельно выбрасываю мусор. Выставляете контейнер? У нас мусоропровод. Еженедельно выбрасываю мусор в объеме полиэтиленового мешка из-под 800-граммового хлеба. Еженедельно. 52 недели. Объем мешка я замерила. 800 грамм, да, я замерила его. И получается у меня 0,25-0,3 в год. Ну, можете этот кулек на 52 недели, и вы получите свой мусор. То есть я уже переплачиваю. Теперь я взяла счета. За 6 месяцев с налогом получается 16,52. То есть без налога 13,65. Получается, что я уже выбросила 2 кубометра мусора. То есть за полгода я кубометр выбросила. За год это будет 2 кубометра. А фактически 3 кубометра. Понимаете, что происходит? Рижской думе я не верю. Я ее проверяю досконально. Теперь еще хочу обратить внимание. Я думаю, что если наши отходы по нашим доходам, и если у вас остается на питание где-нибудь 50-70 евро в месяц, да, и вообще на ваше потребление, после уплаты всех счетов, ну, вряд ли вы произведете отходов, ну, я не знаю, на 250 евро. Спасибо. Хорошо, спасибо. Ну, с жителями многоквартирных домов, наверное, такая история, что это сообщество, которое связано одной цепью, и один выбрасывает 800 граммов, другой выбрасывает 5 килограммов, и все делится на среднедушевое потребление. Ну, наверное, здесь трудно что-то изменить радикально, но вот за эфиром мы говорили о том, что люди, конечно же, хотят всегда платить меньше, заказывают минимальное количество вывозов, и получается потом перегрузка этих контейнеров. Вот вы с точки зрения профессионала считаете, что это минус? Во-первых, то, что идет вопрос по Риге, Рига не сделала на один маленький домашний задание, если так можно сказать, эти нормативные акты по обслуживанию отходов в Рижской территории, которые должны были согласовать Министерство окружающей среды. На данный этап они перерабатываются, и я думаю, что появятся и поменьше размеров контейнера, как 240-е, будут и 120-е, и 140-е, и в других вариантах, возможно, и какие-то мешки, как были до сих пор. Если идет второй вопрос по тому объему, который производит каждый житель нашей страны, то если еще 10-15 лет обратно, это было где-то 280 килограммов на душу населения, то на сегодняшний день это уже 410 килограммов. Уровень жизни растет, и количество мусора тоже растет. И здесь у меня просто обращение к жителям. Я понимаю, у торговцев есть свои третии, интересы свои. Если у нас было раньше раз-два раза в год снижение цен и так далее, сейчас, если вы посмотрите, уже межсезонные единицы, каждый месячный, и вы ходите в продовольственный магазин, то же самое могу сказать, я тоже раньше ходил в магазин, там на неделю за 25 евро закупал, но на данный этап я покупаю за 40 евро, а в то же время статистическая компания, говорят, что у нас цены становятся ниже, дешевеют, но как-то жизнь все равно идет, подороже все становится. Так что вы правильно сказали, что особенно в этих многоэтажках один человек выкидывает поменьше, и возможно он даже сортирует, и мы должны его так-то поощрять за это, а другой в то же время, может быть, каждый день выносит по такому мешку и выкидывает, и это среднее статистическое, так и показывается. И просто у меня такое обращение, ну, когда ходите в магазин, все равно прикиньте, ну, будет вам эта вещь нужна или не будет нужна, и может быть через месяц, через год, и все равно его выкиньте, и опять этот объем будет все расти и расти. У нас есть звонок, сейчас послушаем. Добрый день, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотел поделиться своим опытом относительно мусора. Сразу скажу, что это не в регионе, у меня частный дом. Вот я как бы часто бываю, не знаю, у меня там родственники живут, я вижу их отношения к природе, к мусору и так далее, и так далее. То есть у нас немного еще осталось, мне кажется, каждый из нас сидит маленький столочник, который считает, ну, мусор, ну, что там есть. Я уже давно научил все так, что у меня пластмассовые бутылки все сворачиваются, да, и выкидываются отдельно. То есть пищевые отходы и органические отходы, и окомпостные кучи, все это компостируется, прекрасное одобрение и так далее. То есть единственное, о чем я жалею, что, к сожалению, в Латвии пока еще не предоставляется такая услуга пиления мусора, допустим, стекло и так далее. Да, стекло отдельно, пластмасс отдельно, у нас этого нет. Да, я живу в Чековской области, у нас это все сваливается в один контейнер и так вывозят. Я считаю, что это тоже не очень правильно. Я понимаю, что какие-то мусорные компании получают большие европейские дотации за переработку этого мусора, да, но я бы мог это делать и сам. То есть мне это труда не составляет. Почему, допустим, в Кинденавии так делают, а этот опыт не можем учитывать. Вот, и тогда как бы получается, что ты меньше платишь, да, если это все аккуратно складывается. И правильно ваш спецедник сказал, что если вы в магазине думаете, надо вам это вещь или не надо, соответственно, у вас меньше мусора, меньше мусора, меньше плачу. Вот и все. То есть это элементарная команда. Спасибо вам за ваше мнение. Так, еще есть один звонок. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вот я частник тоже, да, в Юрмале живу. Меня возмущает вообще отношение к вывозу мусора. Сразу скажу. Я к ЛНР обращалась несколько раз, чтобы мне дали контейнеры, да, для частного пользования, чтобы я сортировала мусор. Нет, только для юридических лиц. Все. Значит, это запрещено. Дальше. Они нанимают рабочих, у них идет конвейер, и они вот этот мусор, значит, эти люди разбирают, да. То есть мы за это тоже платим, да. Когда можно было бы делать каждому, ну, индивидуально. Ну, то есть вы за сортировку мусора и за то, чтобы эти услуги предоставлялись в более широком объеме. Да. И еще момент. Скажите, пожалуйста, почему руководство наших вот этих отходов и все не делает какие-то котлованы, да. Вот мы все стрижем траву, и все это прекрасно знают. И мы мешками, вот великолепные, вот, в принципе, это же прекрасный вообще перерабатывающий, потом это будет чернозем, и все выкидываем вот эту траву, все в эти мусорники, да, и потом это идет на свалку. Почему нельзя сделать котлован, сказать, вот столько будет это вам стоить, мы приедем, мы кинем все туда, да, мешки, естественно, заберем, потому что это плохо. Почему мы всю траву, которую мы скашиваем, газонную, мы выкидываем в эти мусорники? Вы можете это объяснить? Вот скажите, пожалуйста. Арманд, можете объяснить, что с травой делать? С травой надо сдать. Во-первых, надо городским властям вместе с той компанией, которая работает на данной территории. То есть в будущем Террига, например? В будущем Террига, например, или в каждом микрорайоне, как было, в Идземспрекшпилсе, там, Латгалас, организовать место, площадку, где сдавать, потому что в Латвии много таких мест есть, где можно, вот как вы сказали, траву там, ну, чистый материал, который просто отвезти и сдать. Органика немножко есть. Это не органика, именно растительные остатки, будем так говорить. Так что есть такая возможность во многих местах, и просто я вам конкретно сейчас не скажу, я думаю, что вы... То есть в Латвии это есть? В Латвии это есть, и во многих местах это есть, и работает, и довольно хорошо работает. И это только зависит от того, я не скажу сейчас, в данном моменте, есть ли в этом договоре, но я на 90% уверен, что есть, потому что с 2021 года становится уже в силу новой директивы по обслуживанию органики, который очень строгий, если там уже придется платить, страфные санкции не будут использованы, тогда уже... Тогда уже это другой вопрос, но там надо посмотреть, но я бы был доволен, если вот те вопросы, которые сегодня возникают на нашей встрече, на нашей передаче, вы переслали мне в письменном виде, и гарантирую, что в течение двух недель мы подготовим на все ответы конкретных фирм в данных моментах. Ну, сегодня мы по Риге говорим, так что подготовим по Риге то, что все есть, чтобы вы могли людям, не знаю, разместить на свой домашний сайт, просто все могли ознакомиться, и да, есть отдельные люди, наверняка работники, которые что-то не так отвечают по телефону и не принимают какой-то заказ или что, но я в душе не верю, что, скажем, тот же самый КЛИНР дает контейнера только юридическим персонам и частным не может давать. Ну, там какое-то между собой непонятно, или, я говорю, какой-то человек, который сидел в тот момент у телефона, что-то скасачил, и я не знаю, там надо конкретно разбираться, но такое не может быть, потому что, в принципе, возможность сортировать у частного сектора, это даже легче, чем у юридического сектора, там нет препятствий никаких, и это только поощряется, потому что, если человек у себя дома уже начинает сортировать, тогда ему будет тот материал, ну, общий черный мусор, который кидаем в зеленый, который не сортируется, отходы, ему самому будет немножко поменьше, из-за твоей оплаты за услуги. Ну, в первую очередь, это морально, наверное, приятно осознавать, что ты можешь какую-то часть своих отходов направить на вторичную переработку. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите вы в эфире. Добрый Константин. Хочу ответить, это господин Искеково. В Латвии есть сортировка мусора, предусмотрена, и мы, в частности, в многоквартирном доме имеем эту услугу и платим за нее, там немножко больше повышенный тариф. Что происходит? У нас, да, стоят контейнеры для пластмасса, для стекла, для картона, для общих отходов. Ну, кто-то бросает, кто-то нет. Но что самое смешное? Приезжает машина, забирает мусор, и она открывает свой контейнер. И наш тщательно отсортированный мусор разделенный, рассортированный мусор сваливает в один общий контейнер. Все вместе. Это меня всегда вызывает бурю веселья и хохота. Смысл нам платить повышенную ставку за разделение мусора, чтобы приезжающая компания его обратно перемешивала. Ну, допустим, ладно. Я давно знаю, что как бы мусор, все эти схемы мошеннические, они в основном для зарабатывания денег. Но по поводу дамы, которая хотела бы сэкономить на разборке, я ей могу рассказать еще одну историю. Каждый поставщик товара в Латвии, который идет в упаковке в картонный, в деревянный, в стеклянный, при завозе его через границу, платит так называемый природный сбор. Налог на природные ресурсы. Да, на природные ресурсы. В том числе, в который входит и переработка, и утилизация этого мусора. После того, как вы достанете оттуда свой телевизор, холодильник, кофемолку, выбросите, и компания должна заплатить этот сбор. И вы же, когда его выбрасываете и разделяете, еще раз платите за разделенный мусор за эту же самую упаковку. Вы платите за нее два раза. Первый раз она входит в стоимость товара, потому что поставщик обязательно включает свои расходы в его цену на прилавке. И второй раз, когда у вас выводят его мусор. Вот где схема мошенничества. Спасибо. Да, спасибо вам за ваш звонок. Я думаю, что эта тема по поводу финансов и налога, это, наверное, может быть рассмотрено в какой-то из следующих передач, потому что реально ну вот я вспоминаю, что когда сдавали в Риге мусороперерабатывающий завод, то месседж был такой от руководства города и тогда президент Вейнис, как бывший министр окружающей среды выступал и говорил о том, что благодаря тому заводу Рижане будут меньше платить, потому что повышенный налог на природные ресурсы, которые все остальные те, у кого завода перерабатывающего нет, будут платить, к Рижанам не будет относиться. Однако, сейчас нам говорят о том, что именно повышение налога вызвало и рост тарифа на вывоз мусора. Как Вы это можете прокомментировать, Арманд? Это вызвал рост тарифа на несортированный материал. То, что господин говорил, что приходит одна машина, во-первых, в Риге сейчас после нового договора будет система, что отдельно будет стекло, отдельно пластик вместе с бумагой. Это сухой материал, который можно легко увозить, стекло это то, которое уничтожает весь материал, который Вы хотите собрать отдельно. Если стекло попадает, скажем, в биомассу, как мы хотим отдельно собирать, тогда уже этот биоматериал никому больше не нужен, он загрязнен, его нигде не можно использовать, и у нас в Черноземье на данный момент дешевле получается, чем этот биоматериал, и он никому не интересен, и по поводу его мы можем говорить, только если будет развиваться зеленая закупка, так называемая, у придорожных дорогах, если где делаются новые дороги, можно использовать и так далее, так что, конечно, возможно, одна и та же машина приезжает, но она приезжает, скорее всего, два раза в день и забирает отдельно стекло, и отдельно в другой раз забирает уже бумагу и пластику, так что сортировать можно, а по поводу цен, как я говорил, должно выйти на такой уровень, что вот этот несортированный материал, этот будет очень дорог, если не хотите, не сортируйте, тогда скидывайте все в одну бочку, и будет нет проблем, полную цену по полному тарифу, тогда и будете платить, если будет материал, который вывозить, который будет отсортирован, значит у вас эти мусорные бочки будут поменьше заполнены с чистым, то есть с нечистым материалом, и тогда уже у вас будет поменьше тариф, который надо будет вывозить этот мусор. Я думаю, что мы начали вопрос с того, что 20 лет сейчас договоры, 20 лет других говорят, будем мучаться с одним оператором, и так далее, если мы смотрим на старую Европу, тогда 20 лет это самый минимальный термин, который в Европе предлагается, в основном идет с 25 до 35 лет. Именно по мусорной теме? Да, именно по мусорной теме, потому что если припомнить, но это не относится на данный этап к Риге, в других местах, тендера были раньше в маленьких городах на 3, на 5 лет заключались только договора, каждый все-таки считает свои деньги и за такой срок нельзя окрутить инвестиции, которые должны вкладываться в этот бизнес. Я не согласна, потому что я изучила баланс например Клин-Р за период с 2014 года по настоящее время, но у них самые плохие годы рентабельность была порядка 8-9 процентов, а в лучшие годы она была 13 процентов, поэтому если с оборота 13 процентов, то инвестиции они окупают быстрее, чем за 20 лет, а где-то за 7-8 лет. Ну, это тема, которую мы наверное поднимем когда-то в перспективе в будущем. Телефон у нас просто раскалился от звонков, к сожалению, мы не смогли их все принять. Значит, передаю еще раз предложение нашего гостя Армада Николаева, чтобы вы свои вопросы адресовали ему и он постарается на них ответить или передать их соответствующим компаниям. Их можно задать на домашней страничке Болткома в социальной сети Facebook. В следующий раз мы с вами поговорим о том, какие права имеют латвийские правоохранители в соответствии с законом об оперативной деятельности. И во всех ли странах существует такой закон и государственная тайна на те материалы, которые получены в результате этой оперативной деятельности за разглашение государственной тайны. Сейчас готовится к осуждению и к рассмотрению дела депутат Сейма от новой консервативной партии Юрис Юрош. А нашими гостями в следующий четверг будет адвокат Елена Квитковская и руководитель детективного агентства бизнеса Дрошиба Михаил Хесин. Ждем вас в следующий четверг в эфире радио Болтком с 12 до 13 часов. А с вами сегодня был исполнительный директор ассоциации латвийских мусорщиков Арманд Николаев и я Людмила Прибыльская автор и ведущая программы Подоплека. Всего доброго!